12.06 в нашем городе продолжается программа «Мужской понедельник». Вас приветствует еще раз Николай Голиков и Владимир Сметанин. Как-то сегодня получилось в этом «Мужском понедельнике». Мы говорим не с мужчинами, а с представителями... Но зато темы мы обсуждаем довольно серьезные, как у нас принято говорить, мужские темы. Да, и сразу же обращаю ваше внимание на то, что если у вас сейчас под рукой гаджет, вот компьютер, ноутбук и так далее, вы можете поучаствовать в нашем опросе на сайте и на нашей странице ВКонтакте. В турсырье, двоеточие, бумагу, картон, пластик, стекло и прочее, прочее, прочее. Отходов бытовых очень много. Вы что с ними делаете? Три варианта ответа. Бросаю в обычный контейнер первый вариант. Отвожу в специализированные пункты приема второй вариант. Он меня довольно-таки озадачил. Ноль процентов сразу же скажи, никто не голосует. Я тоже, пожалуй, подумал, где они. И третий вариант. Пока дома коплю. Может, кто приедет? Ой, вы знаете, периодически в СМИ появляются сообщения, ну, я имею в виду по стране, зашли в какую-то квартиру, а там живет какая-нибудь бабулька или дедулька, и вот у них прям горы чего-то, каких-то вещей. Ну, я видал, квартиры, где довольно много стеклопосуды, стеклопосуду они коллекционируют, ждут, потому что говорят, все время слухи ходят, что скоро стекло принимают. Просто я к тому, что если копить-копить, то можно и не дождаться, куда это все можно сдать. Ну, потом это можно сдать просто в коллекцию людей, которые любят всякие старые вещи. В общем, 83% у нас за то, что бросают в обычный контейнер. Ну, вот такой вариант, видишь, как бы, что там еще рядом есть другие контейнеры, почему-то он здесь не учтен, что бросают в соседние контейнеры. Нет у нас такого варианта. В общем, почему мы поднимаем эту тему в нашем втором части? Дело в том, что один из поводов для нашей встречи с нашей гостьей, это сразу же, скажем, Анастасия Скурихина, руководитель проекта «Ветка без мусора». Добрый день, Анастасия. Добрый день. Так вот, непосредственно, Анастасия организатор вместе с коллегами, так скажем, проезда так называемого сбора мобиля по нашему городу. Сбора мобиль. Сбора мобиль. То есть по Риму ездит папа мобиль. А у нас поедет сбор мобиль. В эту субботу, 18 августа, вот этот сбор мобиль, что это за машина, мы, конечно же, узнаем, проедется по нашему городу. Есть подробный график, где он будет останавливаться, в какое время. И сбор мобиль будет собирать, принимать от нас с вами всевозможные бытовые отходы. Их подробный список тоже опубликован. Я бы сказал, все-таки не отходы, а вторичное сырье. Очень правильно замечать. Это немножко разное все-таки. Мы, кстати, мы отвыкаем от этого слова. Втор сырье, втор сырье, втор сырье. Нужно привыкать. С 1 января закон, извините, вступает в силу. А я еще не отвык, потому что я помню, когда у нас на улице города были пункты по приему втор сырье. А здесь тряпочки принимали, здесь металлолом принимали, здесь принимали бумажечку. И мы, юные пионеры, там не из того, что мы такие все были сознательные, а просто денежки давали за это. И так, уважаемые, бегали и сдавали. Уважаемые слушатели, в общем, кому совестно складывать и выбрасывать все в одно место, кому понятно, что это не должно в одну кучу все складываться, надо сортировать и тем самым беречь природу, мать нашу. Давайте, Анастасия, расскажем, что за акция 18-го числа. Ну, эта акция вылилась из наших ежемесячных акций стационарных во Дворце молодежи, когда мы собираем то, что люди сами к нам привозят. На Красноармейской, 19. Да, да, и такая акция будет 2-го сентября, к слову говоря, и 22-го сентября. То есть у нас так получилось, что в месяц два раза в следующем будет. Сбор мобилей — это следствие того, что люди, немногие, могут приехать в конкретное место в определенное время. Ну, если у кого-то много, то уж точно это надо же решать вопрос транспорта. Либо просто мимо проезжают. Либо человек пожилой, тяжело куда-то отправиться. Да, 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 да. То есть очень много мамочек с детьми, которые сортируют им неудобно. Очень много как раз, да, пожилых людей. Поэтому мы решили сделать такой сбор мобиль. Это, в принципе, выглядит очень обычно. То есть это обычная грузовая машина, без пока каких-то опознавательных знаков особых. Ну, то есть там не написано большими буквами, что там раздельный сбор, там или... Ну, или хотя бы сбор мобиль. Да, то есть... Не-не-не, но я все-таки вам советую что-нибудь наклейки. Конечно, конечно. Ну, большое-то, чтобы люди там не теряли, что-то внимания приковывали. Да-да-да. И во-вторых, чтобы просто видели, как он по улице едет и задавали себе вопрос, что это такое. Да-да. То есть мы сейчас как раз этим вопросом занимаемся, а у нас будет это. Слушайте, подайте заявку в ГИБДД, чтобы они вам машины сопровождения выделили. Тогда уж все заметят. Действительно. Ну, дело в том, что такую заявку рассмотрели, наверное, надо, чтобы у нас какой-нибудь очень важный чиновник сидел, например. Можно ведь и чиновника попросить посидеть акции, а это того стоит. Ну, поскольку мы нейтрали... Ну, поскольку мы нейтральны к политическим вопросам, поэтому мы такими методами не пользуемся, к сожалению, пока что. Значит, так вот, сбор мобиль поедет по тем точкам, которые заранее мы определили, как голосованием, кстати, также среди населения, кто участвует в акциях, где кому удобно. В группе. Ну да, в группе нашей. Да-да-да. Причем выяснили, что вот у нас большинство, допустим, в районе дворца пионеров проживает, вот почему-то так случилось. Вообще дворец пионеров, жителей. В последнее время, да, там такой центр активности. Да, то есть там центр местной активности Ленинского района именно вот в том, в той зоне очень активизировался в последнее время. Ну, это площадка, где работает наш любимый красивый Тиров, так что они там подняли все. Ну да, да. То есть, видимо, это заразно. Привет! С севера до юга. Конечно, с точки зрения волонтерского участия, то есть девочки наши, ну, устают, но мы решили сейчас сменять. То есть, допустим, проехался какой-то участок пути волонтер, дальше следующий волонтер, дальше следующий, ну и так далее, и так далее. Ну, конечно, плюс какой-то, что люди приходят уже готовые. То есть мы их всех предупреждаем, что мы не будем на месте там вам чего-то там из вашего общего мешка что-то там рассказывать, сортировать. Некогда просто. То есть 10 минут, загрузили то, что люди принесли, уже рассортированы, и дальше поехали. То есть у нас на каждой остановке стоит 10 минут будет сборно. Ну, примерно 10-15, я смотрю, было. Ну, чтобы по графику-то идти, все же так будут. Конечно, конечно, потому что ведь это целый день. График, он какой серьезный. Да, да, целый день. А, вот у дворца пионера, смотрю, 20 минут будет стоять. Да, потому что да, потому что там больше народу. И, соответственно, главная задача это просто вот, ну, там в самой машине стоят уже биг-бэки большие, под определенный вторсырье, там под бутылки, или там, скажем, полипропиленовая тара. То просто люди приносят то, что в пакетике мы это загружаем в общий объем, и получается общая сумма. На самом деле, очень радостно, что у нас какой-то формат такой приобрело все движение, потому что ведь действительно, во-первых, людям неудобно, во-вторых, это все равно показывает, что интерес у людей есть, и люди готовы что-то делать. И это здорово. Ну, не что-то, а раздельное, а раздельное. Да, раздельное, да. Приносить. Приносить. И это конкретное решение, то есть мы конкретно решаем проблему своими методами, на своем уровне, там, своими силами, своим масштабом, но мы это делаем. Мы не говорим, а мы делаем. Формат, то есть вполне привычный, Настя, согласитесь? Потому что раньше, ну, не сбор мобилей, а просто мусорные машины приезжали к дому. Да, когда не было контейнеров, да. Очень удобно. В определенное время. И, кстати, это гораздо удобнее, чем контейнер, потому что контейнеры летом, извините, вражение, пахнут. Он пахнет вообще. Да, ужасно. Очень капитально. Я вот так мягко сказал, да, потому что в эфире и дети нас слушают. Да. Вот. А когда приезжает машина и увозит, все, контакт произошло, все уехало, все хорошо, всем хорошо. Вот, да, и почему бы не вернуться к этому формату только вот с той разницей, что люди будут заранее там сортировать. И насчет как раз раздельного сбора мусора, потому что сейчас мы, как видим, мы собираем разные контейнеры, они потом попадают в одну машину, да. А здесь будет человек конкретно видеть, приехали за стеклом, приехали за бумагой. Да, да, например, так, да. Ну, пока мы, да, то, что сейчас есть одна машина, естественно, с точки зрения логистики, естественно, мы возим разные виды вторсырья в одной машине, но это видно, что мы делим. А машина-то уже знаете, какая будет? Ну, да, грузовая газелька. Газелька? Ну, да, газелька грузовая, не особо большая. Ну, у нас, получается, заходку-то, ну, газель-то битком набивается примерно, получается так. Но это тоже, то есть, если в килограммы перевести, вы тоже должны понимать, да, что это... Еще раз заострим внимание, не просто скидывается в газель, вот, в кузов. Конечно. А там стоят контейнеры. Специальная сортировка там, конечно. То есть, да, чтобы не получалось так, что люди думают, ага, там, там, сортировал, и опять все в одну кучу. Все в одну кучу бросили, да? Нет, 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 то есть, это исключено. С вашего позволения, сейчас перечислю то, что в анонсе у нас есть по поводу того, что будет 18-го числа приниматься. Алюминиевые и жестяные банки. Из-под консервов в том числе. Из-под консервов. Макулатура, простите. Бумага и картон. Бумага и картон и так далее. Стекло, бутылки, банки. Там есть ограничения, мы на них чуть позже, да. Полиэтиленовые бутылки. Из-под напильков и молока. Тара от бытовой химии, канистры, ведра и ящики контейнера, пенопласт и вспененный полиэстирол. Ну, там еще много-много там подробной инструкции, чуть позже мы перейдем. Вот то, что я озвучил, все это можно нести отдельно. При этом все нужно самому заранее отсортировать. То есть не все вот то, что ты перечислил в один мешок и понес, а именно то, что все отдельно. Смотрите, сбор мобиль, да, я еще раз объясню, что 10 минут стоит на одной точке. Естественно, мы не можем, не имея возможности. Но мы говорим людям, если вы не поняли, что куда класть, то есть, например, только начинайте, вы только начинайте разбираться, оставьте до акции. 2 сентября будет акция, вы туда можете принести все несортированное. Волонтеры помогут, расскажут. В дворец молодежи, да. Волонтеры все помогут, покажут, расскажут. То есть вместе с вами отсортируют, вы это поймете, как это делается на практике уже. То есть сбор мобиль. Дело не очень хитрое. Один раз посмотрите, потом будет понятно, что куда складывается. Да, абсолютно верно. Хорошо, у нас подошло время небольшой паузы. Анастасия Скурихина в нашей студии, руководитель проекта «Вятка без мусора». Говорим о акции, в первую очередь, которая будет 18 августа. В субботу в эту мы продолжим через полминуты. Ну что, продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях Анастасия Скурихина. Значит, мы говорим о «Вятке без мусора». Я правильно понял тему нашего разговора, да? Да, я за «Вятку без мусора». И о той акции, которая пройдет 18 августа, то есть уже в эту субботу по городу проедет сбормобиль. И вы, уважаемые наши слушатели, сможете убедиться в том, как приятно сдавать отсортированное вторичное сырье. Алюминиевые жестяные банки, макулатуру, стекло, полиэтиленовая бутылка, тары бытовой химии, ведерки, ящики, контейнеры, пенопласт и вспененный полистирол. Правильно все перечислил? Да, уважаемые жители домов номер 11-1, 11-2 по улице Торфяной, это микрорайон Озерки, в 10 часов утра в эту субботу автомобиль появится именно у вас. Как раз между вашими домами. Это будет первая точка, собственно, путешествия, сбора мобилей. Все верно? Да, в 10 утра начнется. Под график, да. Давайте дальше-то озвучим, раз уж начнем. Ну, дальше мы каким-то образом окажемся на улице Заводской, там в 10.35, да? И там 15 минут будет стоянка между домами 6-м и 10-м, да. Ну, я уж как бы понимаю, что водитель за рулем, он знает, как. Я думаю, этот маршрут лучше с ним согласован. Следующая точка, 11 часов, это ОЦМ, площадка перед входом в ДК Металлургов. 31 Октябрьский проспект. А в 11.30 в Парк Победы, стоянка у магазина Пятерочка на Ломоносово, 14А. Там тоже 15 минут будет стоять машина. Без пятиполдень, Красная Горка, дом номер 3 по улице Упита, перед магазином Пятерочка. После этого на улицу Архитектора Зянкина, это район Европейской улочки, в 12.25 сбор Мобиль будет стоять там, у магазина опять же Пятерочка. Уже упомянутый Дворец Пионеров, ровно в час дня сбора Мобиль там объявится, стоянка со стороны улицы Суриково. То есть вот эта вот большая площадка, центральный вход, перекресток Суриково и Калининово. И там пока самая долгая стоянка, там аж 20 минут. Но мы уже говорили о том, что там сейчас район повышенной активности, в части вот как раз вторичного сырья. Дальше Чистые пруды. Встретят сбор Мобиль в 13.35, 15 минут на Чистопрудненской, 2. 14.10, 14.30, это время стоянки на Солнечном береге, линия на 198А, стоянка у фитнес-центра Атлетика. Ну и дальше логично, значит, автомобиль отправится в сторону Нововятского. Нововятский, он появится на улице Советской, 39, у торгового центра Апельсин, в 14.50 и 10 минут постоит там. Пара пунктов еще остается. Предпоследний, 15.15, 15.30 на Вятск, это уже после переезда, конечная остановка автобусного маршрута номер 46. Я думаю, тем, кто пользуется автобусом и люди, которые рядом живут, прекрасно знают. Как раз я там живу. Ну и завершится этот вояж сбор Мобиля в поселке Радужный. В 15.55 и 20 минут на Индустриальной улице около дома 6 будет стоять перед домом со стороны улицы машина. Ну слушайте, хорошо, вы в общем и целом-то, да, весь город накрываете. Вот как раз тем, кому неудобно ходить в дворец молодежи, то есть тем, кто удален, да, по таким поудаленным точкам. Анастасия, точно одного автомобиля, одной газельки хватит? Ну, мы это проверим. То есть мы уже решили, что если вдруг не будет хватать, если не будет хватать, у нас есть на перехвате запасная машина, которая по свистку сразу приедет и сменится. Вдруг все наполнится сразу. Город, который пробками богат, вот как-то вот такой жесткий город. Ну, я думаю, что суббота более легкий в этом плане день. Ну, посмотрим, конечно. Ну, если, допустим, просто опаздывает автомобиль на точку, он там стоит не 10 минут, а 5 минут, например, или не 20, а 10. То есть вот, ну, мы будем смотреть. По крайней мере, два раза Бурмобиль ездил, ребята, слава богу, укладывались. У нас общественный транспорт, профессиональный, так сказать, и то не соблюдает зачастую режим, так сказать. Ну, конечно, будем надеяться, что все получит выходные деньги. Да, да, знаете, это уж как распорядятся там. В общем, вторая машина есть на готове, да? Да, конечно. То есть на случай, если... Очень активно люди пойдут, то найдете. Да, 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 да. То есть сменить что-то. Если даже, например, кто-то не успевает, тоже у нас мы продумали в точках удаленных, чтобы была хотя бы легковая машина на запас. То есть просто приезжает, берет и где-то уже там встречается. То есть у нас запасные планы А, Б, ВГД и все такое. В чем вторсырье несет обычно народ? В пакетах? Да, в обычных пакетах, сумках, да. Пакет сумки. То есть сумки вы возвращаете, пакеты возвращаете. Естественно, конечно. Ну, если человек, допустим, говорит, ему не нужны, мы просто эти же пакеты в мешок с пакетами складываем. Прошли вот эти две акции, да, давайте поподробнее поговорим активно. Люди шли, что приносили? Очень активно волонтеры уставали сильно. В основном несут сейчас пэт, конечно, потому что напитки, жарко, лето. Это все копится. Да, сильно копится. Стекло очень несут, там из-под детского питания баночки, банки стеклянные. Это все тоже принимаете. Да, сезон, кстати, закаток. Вот мы еще думали такой момент, что мы эти банки-то принимаем, а кто-то мог бы, если хотел бы, к машине подходить и банки бы забирать так-то. Потому что, ну... А, тут же сразу организовать. Конечно, то есть банк такой. Пункт сдачи и пункт раздачи. Банк-банок. Банк-банок я пока наблюдаю. У меня недалеко от дома есть такая довольно-таки большая контейнерная площадка, и там люди просто оставляют стеклобанки вот эти вот, и кто-то их забирает. Кому-то они не нужны, кому-то они нужны. Там такой обменный пункт. Хорошая, да, какую-то цивилизованную площадку поставить. Да, да, идея хорошая. Да, да, и как раз вот, ну, у нас просто, как сказать, гарантировано, что люди приносят мытое, чистое, и там непонятно какое. Ну, как бы, естественно... Ну, там тоже так отдельно, не прямо у грязи стоит. Так отдельно, видно, что чистое сюда. Ну, да, то есть мы сейчас к тому, что вот, может быть, действительно сделать еще такой момент именно с ресурсами. То есть это стекло, вот, правда, очень плохо переработчики берут. Оно очень дешевое, и логистически его очень дорого везти в другой регион. Почему бы, да, вот действительно, кому-то не нужны банки, а кому-то в Новоядске нужны, а на УЦеме не нужны. Пожалуйста, человек грузит. Ну, да, здесь же. Ну, в масштабы городе, собственно, решать эту проблему. Да, да, поэтому мы это тоже протестируем в ближайшее время. Как нужно готовить вторсырье к сдаче, к приезду? Ну, вообще, конечно... Скоромобили. Ключевые слова мы уже произнесли. Чистые. Чистые. Но это чистое, это, скажем, нужно, скорее, даже не нам, ну, не переработчикам, потому что у них есть там цикл мойки, а людям, потому что они же его копят дома, извините, если там из пакета под молоком не помыл, то он через два дня начинает очень невкусно пахнуть. Поэтому это для людей важно, чтобы вот у них дома копится, оно чтобы было не пахнущее, мытое, чистое. А, в принципе, все остальное не особо какое-то там есть правило. То есть этикетки не убираются особо. Раньше мы, конечно, сильно там насчет вот этих ценников на пакетах переживали, потому что, ну, там кто-то не берет и так далее. Но сейчас мы придумали технологию, там, в тротуарную плитку эти пакеты заливают, ну, плавят, заливают. Ну, да, с песком перемешивают и получается, да. Поэтому эти этикетки, они как бы не особо тут роль играют. А вот те же банки, которые с закручивающимися крышками... А крышечка эта в железо идет как раз? А то есть это разделять, да? Конечно. Ну, да, крышечка в железо, а баночка в стекло. Так, давайте сейчас поговорим о том, что не принимается. Там тут прямо инструкция очень подробная. В группе «Вятка без мусора» опубликована. Что не стоит копить, условно говоря. По-моему, нам редактор распечатал еще лайт-вариант такой. Там есть с кучей аббревиатур. Я вообще в первый раз увидел, что у нас заказывается такая разновидность, столько разновидностей вот этого пластика там. Да. Ужас какой-то. Да. Давайте хотя бы основные моменты. Давайте основные какие-то вещи выделим, которые вы ни за что не примете. И объясним, почему. Ну, например, очень плохо переработчики берут полистирол, обычный полистирол. Что это такое? Поясните простым языком. Это одноразовая посуда. Это упаковка из-под тортов в основном, тортов. Тортов, угу. Да. Это, допустим, упаковка... Подложки из-под мяса, чьи-то подложки из-под мяса. Да, подложки из-под мяса. Это, знаете, такие спененный полистирол. То есть, вот, ну, обычный желтый, но они с дырочками. И там внутри... Он такой пластичный такой. Он внутри металлизированный. Немножко нажимаешь, он оставляется след, да? Дело даже не в этом. Там такие дырочки на дне, и там металлизированный слой внутри. Вот дело в чём. То есть, его, ну, как бы, при переработке он не пойдёт. Обычно есть спененный из-под печенья, скажем, и так далее. Он, ну, нормально. То есть, его мелчат. А вот там, где вы покупаете с мясом, то есть, это лучше выбросить сразу. То есть, не надо копить. Да. Лучше съесть вместе с мясом. А лучше вообще не есть мясо. Но это отдельная тема, да. Вот, поэтому, допустим, такая вещь. А потом что ещё? Флакончики из-под духов, из-под лекарств. А делаются они просто из... Тоже не берёте? Нет, да, потому что они, ну, из другого немного стекла, и в одну кучу их, ну, никак нельзя мешать между собой. Ну, вот такие, например... Там стекло больше напоминающее пластика. ПВХ-плёнка, знаете, вот обычная из-под, ну, теплиц там накрывают. ПВХ-плёнку тоже не берём, потому что, ну, её очень токсично перерабатывать, и мы вообще за то, чтобы, если уж и в переработку отправлять что-то, чтобы это было тоже, как бы, не на вред. Чтобы не лишний вред природе был, да? Конечно, да. А то ещё только химейно вредим. Ну, скажем про тот же полистирол вопрос. У него вообще всего один цикл переработки? Если, например, у поли... То есть это когда вы один раз переработали, а после этого переработанная вещь нельзя обратно в переработку сдавать. И что с ней делать? А всё на свалку. Да? Конечно. То есть в любом случае она принесёт вред природе? Конечно. И причём полистирольное производство одно из самых токсичных, потому что пары стирола, они очень, ну, то есть, до смертельных исходов. Тирол в нашем городе, термин хорошо известный по одному учреждению. Ну вот, поэтому вы понимаете, да, вот, насколько это опасно. Вот, допустим, что ещё? Седьмой вид пластика. Вот если говорить вообще про пластик... Что такое седьмой вид пластика? Чтобы, да, чтобы вас не пугать... Седьмая реинкарнация пластика. Просто имейте все в виду, как бы вы, уважаемые ведущие, слышатели, что есть всего семь видов пластика, если говорить об упаковке пищевой. То есть, там есть вообще куча других разновидностей, если говорить про производство, но если упаковка, то вот семь. И они в треугольничке в таком все написаны. Один, два, три, четыре, пять, семь. Да, есть такая маркировка. Треугольничек на каждой упаковке. Если на упаковке нет маркировки, можно подать в суд на производителя, потому что это не правомерное действие. То есть, каждый производитель должен писать... То есть, это такие правила игры вообще приняты, чтобы это было? Да, из чего хотя бы, да, из чего это сделано? Чтобы мы могли понять, куда это потом деть. Так вот, если говорить про вот эти номера, то вот тройка ПВХ, шестерка полистирол и семерка, так называемые другие виды пластика, они не принимаются, потому что я уже про шестерку рассказала, полистирол. Про тройку, что тоже токсично. А семерка, это вообще, знаете, как... Китайцы сейчас очень любят так делать. Они делают его непонятно из чего. То есть, там куча разных пластиков, нерегламентированных. То есть, там состав пластика неизвестен никому. На химичале, что называется. Ну да, да. Ну, короче, все свалили, что оставалось. Все, что да, все, что другой классификации не подвергается, пишут цифру 7 и нормально. Неопознанные пластики. То есть, цифры Китая понял теперь, я их видел, но я никогда не знал, что они означают. Так, уважаемые любители йогуртов в стаканчиках, сметаны в стаканчиках. Это тоже не берется. Ну, это в сбор мобильный берется, а на акциях берется. А на акциях во дворце молодежи можно приносить. Да, потому что тут немножко разные тоже вещи, да. Пэт-бутылочки, бутылочки из-под бытовой химии, контейнеры, прочие тонкие одноразовые пластики. Ну, то есть все, что тонкое. Именно только на акцию, да. Да, то, что тоненькое, да. Сантиметров за дворец молодежи. Да, да, да. Потому что тонкий пластик с толстым тоже не очень хорошо путать. Наши бдительные, требовательные слушатели, безусловно же, хотят задать вопрос. И куда вы это все, Анастасия? Много раз уже переработчики мы слово упомянули. И куда? Да, да. А не уж-то вы, а может быть, вы это где-нибудь выбросите все за ближайшим углом? Погоди, 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 Володь. Тут еще надо вот что сказать. При раскладке жестяных изделий, да, вот тут хороший, кстати, комментарий мне понравился. Потому что есть банки алюминиевые, есть жестяные. Да, они магнитятся и не магнитятся. И их надо, да, их надо сахировать разными сахарами. Алюминиевые не магнитятся, все совершенно верно. А вот по-другому их проверить нельзя, а если дома магнита нет? Нет, ну вообще на самом деле большинство, 99% алюминия, это какая-то, ну напитки, там нам известные, да, которые вредно пить. А жестяные банки это обычно консервы. Обычные консервные банки, да. То есть очень редко, когда консервы... В случае эти вот, которые, баночки, это обычный алюминий, да? Да, конечно. Понятно все, да? Да, да. Николай сейчас показал жест. Ну да, вот как это? Движение пальцем, где открывается, собственно, доступ к жидкости. Что-то было, сейчас еще хотелось сказать насчет... Да я перебил с этим алюминием, потому что мне интересно. Что-то Владимир, Владимир, что-то... Я по поводу, собственно, дальнейшая эта судьба собрана, собрана, собрана. А, ну вот, да, 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 собранных отходов. Куда повезем. Ну вот смотрите, вообще, я говорю, голубая мечта любых, наверное, экологических активистов, чтобы в регионе был... Был свой перерабатывающий завод. Да, завод, желательно на каждую фракцию. Свой стекольный, свой там макулатурный, свой пластиковый и так далее. Но реальность такова, что... Ну, это инвестиции, естественно, и так далее, и так далее. У нас есть в России всего два стекольных завода, начнем с этого, которые принимают это стекло. Поэтому, чтобы копить... Остались всего два завода, которые принимают на переработку. Для понимания, в каких областях они находятся? Далеко они находятся? Ну, это центральный федеральный, ну, как бы, да, центральный федеральный округ, но, по крайней мере, хотя бы там не за Уралом и не в Сибири. Просто мы помним, по батарейкам в Челебинске находится единственный на России завод, который принимает. И для Дальнего Востока проблема это стекло вот куда-то реально деть. Ну, если... Там Китай рядом. Если они закупают. Ну, только вот. У нас в регионе существует переработка пластика. Ну, такая частичная, допустим, производит тротуарные плитки той же самой. Да, это когда мы смешиваем песок с пластиковой основой, а не с бетоном. Ну, его нагревают, соответственно. Да, да, да. Расплавляют, да, и перемешивают. Вот. Такая переработка. И макулатурные отчасти, ну, то есть, допустим, делают экологические утеплители, там, где-то, может быть, стекловату, вот. Но это тоже, то есть, вот стекло бьется вместе с минеральной ватой и получается стекловата. И это все. То есть, в принципе, больше прецедентов у нас, к сожалению, нет. Или я бы там не слышала, хотя я занимаюсь этим уже третий год. За пределами региона, ну, примерно, там, транспортное плечо, получается, около, ну, 500-1000 километров нужно везти. Ну, казалось бы, не так уж и много, но, с другой стороны, да, немало. Ну, да, то есть, если мы говорим про то, что, допустим, бутылки принимаются по 50 копеек, и транспортная партия, ну, там, 10 тонн, если КАМАЗ, 10 тонник мы берем, ну, вот и считайте, то есть, сколько, какая моржа, это его нужно туда еще отправить, туда обратно сгонять. А обратно же он пустой пойдет, да? Ну, да, поэтому, ну, в общем, тут... В общем, что вы будете делать-то, мы так и не сказали. Ну, мы сейчас, на данный момент, просто копим транспортные партии всех. У вас есть какой-то склад ориенованный или что? Да, у нас, слава богу, нашелся коммерческий партнер, который, то есть, мы долго, на самом деле, с разными приемщиками второсыря над этим разговаривали, ну, ведь многие работают, то есть, все работают с юрлицами, на самом деле, никто не хочет возиться с такими партиями, даже наши сбормобили или там акции, которые, казалось бы, столько народа собирает, они, на самом деле... Они, да, для оптовых партий это вообще ни о чем, то есть, вот, на нас пока вообще не смотрят, как там каких-то серьезных поставщиков вторсырья, вот, но одна компания все-таки согласилась и помогает нам в этом, вот, я не знаю, можно ли вас тут в эфире что-то озвучивать, но, во всяком случае, они молодцы, то есть, вот... Да озвучивайте, конечно. Ну, компания Камир, у них установлены вот эти в подъездах железные ящики для газет, вот, и вот, собственно, они нам помогают, то есть, вот, это их машина, их склад... Вы их уговорили или... Мы их уговорили, конечно, да, потому что им это, ну, вы знаете, то есть, они реально ездят сейчас, я не знаю насчет того, чтобы в ноль, в минус скорее даже, вот, ну, что бензин много... Мне тут коллеги подсказывают в нашем документе, через который мы общаемся, а денег даете, спрашивают, за то, что принимаете. Ну, так вот, как раз, да, к экономической составляющей, то есть... А давайте вот что сделаем, давайте сделаем полторы минутки перерыв на рекламу, а потом уже поговорим о самом интересном. Давайте. Немногим более десяти минут у нас на общении с Анастасией Скурихиной и руководителем проекта «Вятка без мусора». Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в эту субботу, 18-го числа, в нашем городе будет ездить скоро мобиль с 10 утра до 16-ти с небольшим. Будет собираться мусор? В торсовье. В торсовье, в торсовье, с чего мы начали и с тобой продолжаем. В торсовье, в целый час, в торсовье пытаемся... Хорошо, я напишу себе поветочку, перед глазами повешу. В торсовье в рабочем месте. Мусор можно выбрасывать, контейнеры по-прежнему. Да, про денежку там у нас. Да, мы когда-то начали разговор о том, про денежку. Мол, давать будете взамен на торсовье? Мы бы с удовольствием, вот правда. Да, то есть прямо вот с завтрашнего дня платить людям, чтобы они приносили. Но есть два момента, которые хотелось бы озвучить. Это как раз... Вот если люди что-то делают за деньги, на мой взгляд, они делают это не от чистого сердца, так скажем. Ну и вообще у нас существуют разные слои, как мы знаем, которые сейчас работают с контейнерными площадками, вытаскивают какие-то фракции, которые там наиболее дорогие и принимаются. Их так вежливо называют маргинальный элемент. Да, маргинальный элемент. Вот нам бы не хотелось с этим маргинальным элементом особо иметь дело, потому что они из этого достают, а потом в другом месте могут мусорить. То есть у них не идея какая-то экологическая, а нечто другое. И вот нас бы, конечно, хотелось, чтобы люди... Ночь прожить, да день продержаться. Да, да. То есть понимаете... Ну и в общем-то, опять же, Настя, смотрите, у этого элемента ведь, по-моему, все уже пути сдачи отлажены, потому что они выбирают то, что нужно, они знают, куда это отвезти и где это принимают за деньги. То есть у них система сбыта уже отлажена. Конечно. Те, которые сейчас подключаются, они реально переживают, они болеют за то, что на свалку это все едет, и им важно сделать вот свой социальный вклад. Если мы это превращаем в коммерческую историю, то это уже, ну, не социальный вклад, это уже купля-продажа получается некая. Ну, то есть теряется какой-то вот, ну, не знаю, благородный элемент, что ли, назовите это как хотите. Вот. А второй момент, конечно, мы бы дали, если вот как раз объемы вырастут немножко. Мы хотели попробовать, но мы хотели как раз на детях. То есть не вот невзрослым платить, потому что это вот может начаться спекуляция, там какие-то реально там, ну, такие дела, они не совсем чистые, верные, честные. А вот детская история, причем не деньгами, а какими-то фишечками. То есть, допустим, пришел... Ну, что, мне какое-то поощрение все равно, да? Конечно, да. Пришел, получил купон там на скидку там куда-нибудь, или купон, не знаю, в аквапарк, например, за определенный объем. Пожалуйста. Вот, то есть, такими, обмен товар на товар, вот это интересно нам. Я почему вспоминал вот эту историю? Чем поощряли? Тоже билеты пригласительные куда-то, да? Нет, тогда поощряли денежкой, но эта денежка была до такой степени невелика, что взрослые этим профессионально не занимались, а дети, извините, на мороженку, на кино, там 10 копеек на кино, вот это вот это зарабатывается. Самые активные группы сборщиков, пионеров, премировались, мне не знаю. Это уже когда сбор в школе, там премировались, да. С местками, в Ленинград, такое, это уже было, да. Но сейчас денежкой, как бы, мне кажется, и детей тоже особо не... Ну, то есть, вот если говорить про ценовую политику, там сейчас мороженое, и энные напитки стоят не очень-то сильно, большая разница, поэтому... Ну, то есть, денежка может быть одна и та же, а потрачена на разные цели. Поэтому лучше давать, ну, бартерам. Почему нет, да, конечно, прекрасный лес. Поэтому мы в этом направлении двигаемся. Да те же билеты в кино окажутся, да? Конечно, конечно, то есть двигаемся с партнерами, вот разными разговаривая варианты. Пока они до чего не дошли, поэтому ничего озвучивать не могу. В общем, вы гарантируете, что все собранное в Торс-Сырье во время акции 18-го числа, оно, ну, пока оно будет копиться, потому что еще такие акции будут дальше. Конечно, конечно. А потом все это будет отправлено на фермер. А промышленная партия, это будет отправлено. Но мы уже отправили, допустим, партию, там, макулатуры, потому что она копится достаточно быстро. Тон, тон, килограммов? Ну, около 10. Около 10 тонн. Да, 10 тонн. Вот, значит, ну, отправили уже эту партию. Близится к транспортной партии под бутылки те самые, которые мы озвучили. Вот, полипропилен твердый, там вот эти майонезные ведра и все такое. То есть вот это уже, ну, быстро копится. Потому что твердый пластик, тяжелый пластик, он, ну, вес свой быстро копит. К слову говоря о том, что вы говорите, что мы гарантируем. Ну, слушайте, ребят, ну, нам просто на самом деле не интересно, за свой счет оплативать газели, там, волонтеров. То есть вообще что-то организовывать. И выбрасывать потом где-то в тихаря. А еще, к тому же, на полигоночные деньги. Извести платить, да, нужно за размещение мусора. Поэтому, естественно, это, ну, само собой взаимоисключающее понятие. Две акции уже было отдельно по районам города. Удивили люди, участники, не знаю, объемом принесенным? Конечно, да. Да, некоторые, допустим, открывали свои гаражи и говорили, ну, наконец-то, приехали. Вот, победа стоит, забирайте. Нет, ну, серьезно там, да. То есть как раз вот в Нововятске за переездом у нас было такое, что молодой человек там открыл гараж и, наконец-то, освободил его от вторсыря, который он копил очень долго. Он прямо собирал, да? Прямо собирал. И вот он не мог вывести там по определенным причинам, а вот мы приехали, забрали его, и вот слава богу. Ой, слушайте, вы такую тему сейчас подняли. Действительно, я уверен, что таких людей немало. Вот ни один молодой человек собирал у себя. Ну, он нашел просто гараж, это место. А вот реально у нас есть возможность. Накопил что-то, вот ты отдельно насобирал, и сам по своей инициативе насобирал, и сам хочешь куда-то это все сдать. Куда обращаться? Конечно. Куда можно обращаться вообще? Благодаря нашему движению «Вятка без мусора» на карте «Ресайкл Мэп». Это карта. Это карта пунктов переработки по России. Да, это инициатива «Гринпис». Рециркуляция. Ресайкл, да, это переработка. Ну, переработка, по большому счету. Возвращение в оборот. Так вот, благодаря нашим девчонкам с движения «Вятка без мусора», которые кропотливо наносили на эту карту каждый пункт приема вторсыря в Кирове, ну, кто работает именно с большими партиями, они нанесли, поэтому вы можете прямо смело заходить и смотреть, где какие пункты есть. То есть мы эту информацию никогда не скрываем, наоборот, говорим, ребята, если вы накопили что-то, везите, ну, сами везите. Везите в пункты приема, везите там в точки, где уже принимаются деньги. Не выбрасывайте только ради бога, если это принимается где-то. Да, мы за то, что не на полигон, только ради, ну, все ради этого. В общем, приложите усилия, вы попытаетесь найти перед тем, как выбрасывать. Вот хотя бы, ну, немножко вот сделайте усилия, найти это место, где принимают. Круту карту просто в интернете найти, для тех, кто со слуха не понимает recycle map. Ну, давайте я попробую сейчас вот в Google, прям по-русски recycle... Попробуй, да, может, Google тебе переведет. Map, 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 Map. Вот, он прям выдает в первом строке, он выдает этот сайт, все. Это очень просто, на самом деле, очень просто. И там именно вот то, что у нас вот здесь поблизости, в Кирове. В Кирове, да, это вообще, благодаря нашим активистам, Киров вообще появился на этой карте, то есть его не было там в списке городов, а потом и на карте Кирова мы начали точки отмечать. А, так это гринписовская проекта? Да, это гринписовский проект, да. Да, вижу, да. Дальше все интерактивно, да, можно, собственно... Да, 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 причем там есть, допустим, кто только стекло принимает, расскажем, только пластик. Это вот все внесено, да, вся информация там есть. Да, вот нами, опять же, на благоцелительных основе. Три-четыре минуты у нас остается на общение. Я думаю, что подробно все, да, рассказали мы про 18 число. Если что-то прослушали, подзабыли, пожалуйста, в группу ВКонтакте заходите, «Вятка без мусора», там вся подробная информация есть. Либо вопросы можете задавать Анастасии непосредственно, но ваш номер телефона там тоже присутствует, звоните. Лишь бы вас это заинтересовало обязательно. Итак, давайте еще раз напомним про традиционные акции по сбору, которые проходят на Красноармейской 19, во Дворце молодежи. Да, 2 и 22 сентября, Красноармейская 19. Это оба дня воскресные. Да, с 11 до 13, да. Можно приносить. Там, вы сказали, можно приносить, ну, все в куче уж просто. Там помогут расфиксировать. Конечно, да, там волонтеры, да, 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 все помогут. Мы сейчас, кстати, новый формат еще сделаем, скорее всего, что можно будет что-то интересное и прикупить на таких акциях как раз для, ну, для раздельного сбора. Скажите поподробнее, что такое может быть. Ну, то есть, ну, например... Прикупить что-то для раздельного сбора? Или сделанное из вторсырья. Ну, например, там, у меня бабушка, условно, вяжет коврики из пакетов из-под молока. Эта бабушка хочет прийти и просто монетизировать немножко свою маленькую деятельность. Вот она просто на акцию она приносит. Кстати, они офигительно выглядят, эти вещи. Да, да. А она просто, бабушка, приходит туда, и такая мини-ярмарочка. То есть человек сдал вторсырье, посмотрел, что же такое интересное, можно еще себе прикупить, из того же самого вторсырья и ушел. То есть вот такой апсайклинг. Кстати, 19-го, 18-го августа будет... Опять слово-то какое? Апсайклинг. Апсайклинг? Да, это вторая жизнь вещей, по-русски говоря. В Москве 18-го августа будет фестиваль, уже третий по апсайклингу. Ага, ну, я так интуитивно полагаю, что это очень интересное. Конечно, то есть это что можно сделать из того, что могло бы быть мусором. Это очень интересно. Вот и мы хотим на своих акциях уже сделать такую историю, чтобы люди представляли вот... Вспоминается программа, которая много времени шла на нашем телевидении, на центральном, пока все дома, да? Из пластиковых бутылок всевозможных штукенцами. Ну почему нет? Что угодно, только бы не на полигон. Да, мы прекрасно понимаем, что надо избегать, до последнего избегать, когда это все попадет в землю и не будет разлагаться ни при каких условиях, а будет только замусоривать это все. Если говорить о более отдаленных перспективах, чем еще порадуете людей неравнодушных, берегущих природу? Вообще мы сейчас хотим как раз как-то усилить какую-то связь с людьми. То есть вот мы говорим про наши идеи, но хотелось бы узнать, что люди-то думают на этот счет. Даже если будет жесткая... Обратная связь получите. Конечно, да. То есть если будет жесткая критика или что-то еще, но мы хотим это знать, потому что мы хотим куда-то развиваться, двигаться и вместе с людьми это делать. Поэтому, друзья, если вот, ну, радиослышатели, если вы имеете какой-то свой критический даже взгляд на этот счет, пожалуйста, озвучите его там где-то. У нас вятки без мусора либо на Эхо Москвы, без разницы. Ой, слушайте, можно я вас еще спрошу? У нас у администрации, у чиновников, как новый вектор работы, вот как раз новость у меня сейчас перед глазами, в городе планируют организовывать площадки под видеонаблюдением. Имеется мусорная площадка? Прямо вот откуда берется там мусор в местах несанкционированных? Кто, возможно, это привозит? Вот ваше мнение, Анастасия, начинание это приведет к чему? На мой взгляд, это разбазаривание денег. Нет, не приведет. Ну, потому что, ну, как можно потом идентифицировать этого человека? Где ты его найдешь? Нет, ну, если там госномер, например, машина попадет. А если с машиной приехал, да? А если не с машиной? Да, если с тележкой. А мы сейчас с тележками ходим по утрам. Нет, на мой взгляд, очень сильно действует курговая порука. Люди, которые живут в определенной местности, они знают всех людей, которые живут в этой же самой местности. Безусловно, и все прекрасно знают то, что скидывает эту кучу. Конечно, и эта курговая порука может действовать как вот как раз тот самый административный фактор, который наказывает. Критикуешь, как говорится, предлагай альтернативу этим видеокамерам, этим. Ну, мне кажется, за одну минуту, которая у нас осталась. Не, ну, вкратце, да. Так вот как раз... Альтернатива-то в чем? К той самой круговой поруке нужно вернуться, которая уже... Разбивать эти связи, да? Где-то есть, конечно. То есть люди должны сами понять, что они вот ответственны за вот локальную свою территорию, на которой живут. Ну, потому что это опять другая, опять чья-то ответственность. Вы будете мне должны. Люди будут говорить. Власть мне должна, там, то-то, то-то. А так я сам наблюдаю, сам делаю, сам сообщаю, там, какую-то историю. Или, там, прихожу к своим посетям, говорю, Иваныч, ну, ты не прав. Вот ты объективно не прав. Зачем ты это делаешь? Спасибо большое. Истекло время нашей беседы. Анастасия Скорихина, руководитель проекта «Вятка без мусора». Напомним, что, да, 18 августа в эту субботу по городу Кирову поедет сбор мобиль. Еще раз напоминаю, что это будет обычная «Газель», как сказала Анастасия. Ну, она уже будет необычная, потому что у нее функция необычная. Она будет обозначена каким-то образом, Анастасия Пробещевна. Она будет подъезжать по маршруту. Маршрут можно узнать в группе ВКонтакте. Он есть выложен. Кто слушал нашу программу, слышал этот маршрут. Ребята, приходите, сдавайте вторичное сырье. Да, спасибо большое. Давайте завершаем нашу беседу. Через 15 минут... Нет, простите, через уже несколько секунд будет очередной выпуск новостей. Затем тематические программы. Ну и программа «Особое мнение» в 13.05 обычно стартует. Сегодня у нас в гостях Алексей Кузьмин, экс-депутат Городской думы. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова